Вы с Константином Юрьевым в Косте играли в Канаде в парламенте. Вы, соответственно, много лет были знакомы. Каким он вам запомнился как игрок, как человек? К сожалению, к великому сожалению, Косте, конечно, не стало. И к еще большему сожалению, это произошло, эта трагедия произошла упрямо на моих глазах. Как это было? Очень тяжелый вопрос. Честно говоря, у меня постоянно этот эпизод стоит перед глазами. Ну, шла где-то минута пятая-шестая нашей тренировки. Мы играли двустороннюю игру. И практически еще никаких рывков, ничего не было такого, никакой нагрузки. И где-то на шестой минуте мы бежали вместе в центре поля. Константин владел мячом. И в какой-то момент он отдал пас и остановился прямо в центральном круге, рядом со мной. И буквально через, не знаю, долю секунды он упал. Ну, конечно, я почувствовал сразу, что случилось что-то серьезное. Ну, действительно, произошло очень страшно. Кости, к сожалению, не стало. Но, как многие говорят, хорошо, что Костя умер на футбольном поле, поскольку футбол он любил. Был профессиональным футболистом, великим, величайшим футболистом. Я бы так же даже сказал бы. К сожалению, эта трагедия произошла. С Костей я познакомился где-то три с половиной года назад. И нас связывали очень тесные дружеские отношения, поскольку мы играли в команде «Парламент». В этой команде было два профессионала, я и Костя. И все игры мы, естественно, выигрывали у разных команд, в том числе и зарубежных. И помимо того, что мы с Костей дружили как на футбольном поле, мы, естественно, с ним дружили и не в футбольном поле. Даже у нас с ним были общие какие-то дела. Могу сказать больше, что тот Кубок легенд, который проходит сейчас ежегодно в Москве в феврале каждого года, а в следующем году он будет проходить также. И мы его уже, естественно, назвали в честь памяти Константина Юрьевенко. Жаль, конечно, жаль, что этого человека не стало. Веселый, умный, честный, открытый человек. Но, к сожалению, конечно, жизнь так получилась. Все мы знаем, что у Кости были небольшие проблемы с сердцем. И врачи его предупреждали приостановить футбольную свою карьеру, то, что он сделал. Ну, любил футбол, любил много тренироваться, играть. Я его прекрасно понимаю. На его месте я поступал бы то же самое, несмотря на запреты врачей. Поэтому в моей памяти, конечно, Костя останется как очень честным, открытым, порядочным человеком, другом. Он звезда мини-футбола. Вы все-таки играли основной командой футбол большой. Вы участвовали в футболистах. Константин, насколько с ним было комфортно играть вместе? Ну, я во многих командах играл, и многих могу назвать, с кем мне было играть комфортно. Из Спартаке и за границей. И, конечно, когда я уже играл в парламенте, мне огромнейшее удовольствие доставляло играть с Костей. Поскольку, как мы футболисты говорим, мы с Костей понимали друг друга с полуслова, даже с закрытыми глазами. Он знал, куда я отдам пас, я знал, куда Костя побежит. То есть полное взаимопонимание на поле. Ну, действительно, футбольный человек. И не важно то, что он играл в мини-футбол, то, что был величайшим игроком в мини-футбол, на большом поле он смотрелся так же ярко, как и в мини-футболе. Вы, у вас, один из важных жизненных шагов, вы стали сенатором. Статин уже в этот момент получился в Северной Федерации. Как взаимодействовать, как он вам помогал? Я рассказал, что немножко помогал вам пойти с дела. Да, он взял надо мной шефство. Он был опекуном, поскольку, действительно, для меня это была такая новая жизнь. Я вступил в новую жизнь. Естественно, особо понятия не имел о политике. И, по моему счастью, мне судьба предоставила возможность познакомиться с Костей, который уже тогда занимал должность сенатора. Естественно, все эти вопросы, которые приходилось мне решать, конечно, они решались с помощью Константина. За что я вам, конечно, был благодарен. Последний вопрос. Каким останется ваша память Константина? И вот сейчас этот турнир какой-то памяти проводится? Самая яркая память, конечно, о Косте. И, действительно, очень часто, практически чуть ли не каждый день, вспоминаю его. И вот этот эпизод, который случился, повторяю, на манеже «Динамо», конечно, у меня очень часто перед глазами стоит. Жаль, жаль, конечно. Я могу одно сказать то, что я потерял друга. К сожалению. Чистос, обычно,죠с, в этих главах. Я тоже могу рассказать свое место. И вот сейчас, я только знаю. Продолжение следует...